Мы как раз сегодня и посмотрели с точки зрения готовности автомобильных подходов к приему потока автомобильного транспорта с мостового перехода. Здесь есть некие сложности с точки зрения, не то чтобы синхронизировать сроки, есть сложности по ряду объектов пересечения действующей городской сети автомобильной. С точки зрения пересечения теплотрасс, газопроводов и с учетом того, что уже сегодня начат отопительный сезон, то сроки переноса или пересечения этих объектов, выноса, они уже выходят после отопительного сезона. Поэтому, исходя из этого, наша оценка, что мы посмотрели, что к концу мая будут уже реально готовы автомобильные подходы и, соответственно, беспрепятственно можно принять весь автомобильный поток с мостового перехода. У нас есть некое ограничение возможности передвижения в Керченскую крепость, поэтому тоже на сегодня город готовит проектные решения по строительству дороги к Керченской крепости. И тоже, собственно говоря, мы посмотрели, что необходимости в короткие сроки реализовать этот проект по строительству дороги, для того, чтобы было возможно попасть туристам в Керченскую крепость как таковую. До начала работ по Митридатской лестнице, там, знаете, деньги на это выделены. Здесь там есть понимание несколько расширить сам этот комплекс объекта культурного наследия, потому что там рядом находится гимназия, как объект тоже такой исторический, который требуется провести по нему такие восстановительные работы, для того, чтобы этот весь комплекс уже был как такая одна из визитных карточек города. Проект должен быть там к концу марта, и после этого, я думаю, что будет тогда понимание, я говорил о том, что несколько есть понимание расширить с точки зрения не только лестницы, но и гимназии, и обелиска, которые дополнительно включить в рамках имеющихся средств и сделать более такой комплексный проект. Исходя из того, что гимназия, она была в программе как объект образовательный и было понимание, что ее необходимо реконструировать. И, соответственно, этого не случилось, потому что тот проект, который был подготовлен, он не прошел таковую экспертизу, так как, еще раз говорю, объект культурного наследия, он достаточно сложно вместить там численность, исходя из тех нормативов, которые есть на сегодня, 600 человек, поэтому, соответственно, и принято решение было, давайте посмотрим, что целесообразнее и дешевле построить новую школу. Предварительно мы говорили в качестве предложения, исходя из того, что его нельзя использовать как эффективно под школу, восстановить как объект, такой исторический объект, как объект культурного наследия и, скорее всего, использовать под музей. Мы, в принципе, прошли по возможной повестке вопросов завтрашнего обсуждения, соответственно, материал структурирован, определены дополнительные примерно потребности, которые идут вне рамок тех федеральными, которые выделены по федеральной целевой программе. Соответственно, отработаны командировочные сроки исполнения этих мероприятий и мероприятий дополнительных, которые мы можем включить в федеральную целевую программу. Ну и, в принципе, отработан план завтрашнего доклада в администрации президента.